Привет друзья! Мастер боевых искусств в Жужу-чан родилась 2 февраля 1987 года в Гонконге. Девушка с раннего детства занималась боевыми искусствами. Жужу является чемпионкой Гонконга по тайскому боксу и тэквондо, кроме того на профессиональном уровне владеет манчаками. Уже в 10-летнем возрасте девочка занялась боевыми искусствами. Родители, наблюдавшие как их ребенок, копируют боевые приемы по телевизору, сразу же отвели ее на секцию дзюдо, потому что рядом располагалась соответствующая школа. Позднее список пополнили каратэ сутаканы ушу, а также тэквондо и тайский бокс. Также она постигла искусство владения манчаками, за что журналисты прозвали ее Брюсом Ли в юбке. К тому же легендарный актер является ее кумиром. Однако серьезное увлечение боевыми искусствами и спортом никак не повлияло на успеваемость девушки, и она с отличием окончила университет со степенью бакалавра в области компьютерных наук и математики, а также выпустилась магистром из престижной школы искусств. В 2013 году Жужу, имеющая черный пояс по тэквондо и являющаяся ученицей великого мастера Джозефа Ченга, отправилась на чемпионат мира по тэквондо в Болгарии, а в 2014-м не оставила никому шансов на престижном турнире по тайскому боксу в весовой категории до 46 кг. Стать настоящим мастером боевых искусств девушка решила еще в ранней юности, чтобы развить в себе силу и достичь уровня Синтии Ротрак. В 2009 году девушка впервые попробовала себя в роли актрисы и сразу же получила главную роль в многосерийной фэнтези-драме Лумина. По сюжету ее героиня одинокая красавица Лумина Вонг, встретившая таинственного незнакомца из другого мира. Тогда же дебютантка мелькнула в короткометражке, а затем на 4 года пропала с экрана. Триумфальное возвращение в кинематограф состоялось в 2013 году, когда девушка снялась в фильме Винг Чун и перевоплотилась в центрального персонажа в призраке императорского дворца. Но мировую известность принесло участие в крадущемся тигре, затаившемся драконе Меч Судьбы. Позже она сыграла в убийцах Ву и их продолжении. Далее снималась в диком всей безбашенной пуле, а также приняла участие в непобедимом драконе и сыграла в боевике джиу-джитсу битва за землю. На данный момент девушка продолжает сниматься, а также выполняет смешанные тренировки по боевым искусствам. Она всегда пытается научиться новым стилям у тех, с кем работает. Пинчак Силат кажется ей веселым и интересным, а бразильская джиу-джитсу очень популярна среди людей. Но удары ногами по-прежнему остаются ее визитной карточкой. Далее на Netflix вышли полнометражки «Кулаки возмездия». Это продолжение фантастического сериала «Убийцы Ву», съемки которого проходили годом ранее в Таиланде. В обоих проектах ей досталась одна из главных ролей. Также Жужу является представителем и послом благотворительной организации, занимающейся восстановлением лесов в сельских районах Китая. Девушка также пробовала себя в качестве писателя, опубликовав книгу «Жить красивой жизнью», основанную на личном опыте съемок в различных шоу. Желаем ей новых успешных проектов. Ставим лайк и жмем на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.